Девушки отдыхают Что это вообще за тухляк? В нашем юнике тусовка, у нас здесь мирное, благородное общение Подружка моя, садись, мы сейчас тебе всё расскажем Ну спасибо Я могу похвастаться тем, что застала все времена вплоть до ДВФУ И какие? Эта подруга моя ДГТУ, ДГУ, ДГЭУ, УКПИ В результате объединения образовался ДВГУ О, а я застала времена ДВГУ Помню, там был первый факультет философии И я даже кое-чему научилась Любит тот, кто любит В результате объединения четырёх ведущих вузов Дальнего Востока Был создан Дальневосточный федеральный университет ДВФУ сейчас является самым популярным университетом Дальнего Востока Да, это была очень увлекательная история Теперь у меня развеялись все сомнения по поводу этого вашего клуба Добрый вечер всем, смотрящий этот выпуск С вами Елизавета Рохина и вечерний ДВФУргант Сегодня мы с вами немножко окунемся в историю нашего прекрасного университета А сейчас у нас в студии приглашенный гость Всеми любимый, замечательный, любимый нами в том числе Преподаватель Попель Василина Андреевна Здравствуйте, Василина Андреевна Как всегда, прекрасно выглядите Спасибо большое, что пришли Здравствуйте, Елизавета Вам большое спасибо, что пригласили Первый вопрос Расскажите для начала нашим зрителям вкратце, кто вы и чем занимаетесь? Меня зовут Василина Андреевна Попель, как вы уже догадались, естественно Я кандидат политических наук В прошлом году защитила диссертацию по политологии Старший преподаватель департамента коммуникации и медиа ДВФУ И с некоторых пор младший научный сотрудник Мы с преподавателями выиграли грант в этом году И сейчас реализуем научную деятельность, научный проект Как интересно Вы, как выпускница ДВГУ, могли бы описать свой опыт обучения Чем вы занимались в свободное время, возможно? Ну да, я по образованию рекламщик У меня диплом рекламы и рекламный маркетинг На самом деле я очень любила обучаться в университете Школа, ну это несколько другое было Для меня университет, ну какие-то новые возможности для меня, наверное, открыл Что мне нравилось, в принципе, ДВГУ был очень престижным университетом на Дальнем Востоке Одним из наиболее престижных Когда я была еще школьницей Ну для меня по факту было два основных выбора Либо ДВГУ, либо ДВГТУ Но так как мама окончила ДВГУ, а папа ДВПИ в свое время Который потом стал ДВГТУ Я считала, что ДВГУ это университет для девочек ДВГТУ университет для мальчиков Соответственно, выбирала уже из тех направлений, которые были в ДВГУ После ДВФУ Выбрала рекламу в девятом классе уже Знала, куда я буду поступать Ну была и остаюсь человеком творческим В настоящее время пишу стихотворения Я вообще люблю тексты писать И решила, наверное, что там себя реализую в какой-то степени Так и получилось У нас была очень дружная группа Очень квалифицированные преподаватели У нас был очень такой уютный, аккуратный корпус Мы обучались Новоборевича 25 Единственный был минус Нужно было постоянно идти в гору очень высоко А потом катиться с горы, если нужно было перебегать в другие корпуса Но не очень приятная ситуация Самые неприятные ситуации были зимой Когда нам предстояло по льду, по гололеду лезть вверх А потом катиться чуть ли не на пятой точке вниз Тоже приятного мало Ну и неприятные были моменты Когда нам необходимо было за 10 минут перемены Перебегать из нашего корпуса в главный корпус ДВГУ Чтобы там прослушать общие пары по математике По экономике, по экологии и так далее В общем, те пары, которые шли по точно Ну и как раз про моих преподавателей Они были действительно теми гуру Которые, наверное, меня в итоге привели в университет Благодаря им я выбрала дальнейшее свое обучение В аспирантуре в том числе И выбрала свою такую творческую направленность И обучательную деятельность Наверное, вот так На ваш взгляд, ДВФУ сильно изменился за годы вашего преподавания? ДВФУ сильно изменился, правда Начинала я работать в 2012 году, сразу после саммита АТЭС И первый год предстояла моя обучательная деятельность Такая на Алиутской в гуманитарном корпусе Ситуация была такая очень двоякая Первый курс у нас уже жил, проживал в кампусе ДВФУ В новых общежитиях А обучались они все еще на материке С автобусами было очень печально Практически, ну, их и не было И бедные студенты заказывали такси там на троих, на четверых И выезжали в центр Там учились и потом возвращались назад Те ребята, которые жили на материке в общежитиях Им не завидовали, говорили Ха-ха, вы живете там непонятно где Они гордо говорили Вы просто еще не видели, какой там кампус строится Какие общежития Ну и в данный момент А потом я еще пять лет проживала в общежитии ДВФУ уже в кампусе Тоже видела, как происходит расширение кампуса Как все обновляется Как появляются какие-то новые возможности для университета Ну и, соответственно, сейчас тоже очень внимательно за этим слежу И вижу, что университет растет, ширится Появляются новые тоже какие-то планы Грандиозные мероприятия проходят И жду, конечно же, когда построят вторую очередь университета Тоже план видела уже давно И действительно для меня это будет, наверное, личный праздник Потому что я все время очень радею За то, чтобы наш университет стал Не только одним из лучших на Дальнем Востоке Но и лучшим, наверное, в Российской Федерации Справедливо Какие значимые фигуры нашего университета вам запомнились И почему? Может быть, с кем-то вы были лично знакомы? Ну, наверное, я начну с тех людей Которые помогли мне в моей ученической деятельности Когда я была студенткой Я прямо назову пофамильно этих людей Они должны знать люди их в лицо Называется так Первый человек, который на меня оказал огромное влияние Татьяна Алексеевна Жукова Она была заведующей кафедрой рекламы связи с общественностью В то время, когда я поступила Очень молодая Мы тогда все очень удивлялись Потому что у наших коллег У социологов, у психологов, у политологов Были уже такие возрастные заведующие кафедрами У нас была очень молодая Ей даже, по-моему, мне было 30 лет Но очень перспективная Татьяна Алексеевна Которая еще и стала нашим куратором Поэтому обучались мы 5 лет И, казалось бы, куратор только первые 2 года Но мы Татьяну Алексеевну любили до конца своего обучения И все очень хотели писать у нее дипломные проекты В итоге Но взяла она ограниченное количество студентов Я туда не попала Но я, наверное, на третьем курсе Уже нашла нового своего гуру Преподавателя Которая помогла мне в написании дипломной работы Это Ольга Николаевна Кравченко В настоящее время не работает К сожалению, в нашем университете уже Ольга Николаевна Но тоже для меня оставила во мне, наверное, такой след Поскольку у меня на четвертом курсе была небольшая депрессия Я в то время начинала работать в нашей сфере рекламной И с трудом совмещала работу и учебу Тут нужно было писать курсовую работу Тоже нужно было выбрать тему Я просто пришла на кафедру, села и говорю Я не знаю, о чем писать Ну и Татьяна Алексеевна говорит Ой, Василина, ну как же так? Давайте что-нибудь придумаем Вот выходит Ольга Николаевна С новой такой инновационной темой Про брендинг территорий И говорит А давайте вот напишем с вами что-нибудь по этому поводу А я мало об этом слышала на самом деле Ну, ухватилась за эту идею Написала сначала курсовую работу Потом дипломную работу В итоге эта тема стала базой Для моей диссертации по политологии Вот что самое ценное Еще один преподаватель, который также запал мне в сердце Это Игорь Алексеевич Илюшин Уже, к сожалению, нет его с нами в этой жизни Он умер несколько лет назад Но его пары, ну это было просто что-то Он рассказывал очень многое из своей жизни как журналиста И кроме того, очень многое из своей личной жизни Он рассказывал, как служил в армии И причем это было, ну гармонично очень вписано в лекции Про свою первую любовь, как он там стоял под окнами И кидал камушки в окошко общежития Тоже очень интересно Ну и в итоге, после окончания даже университета Мы с Игорем Алексеевичем поддерживали отношения Он писал стихи У него даже несколько сборников вышло И вот до сих пор у меня на полке моей книжной Стоит его сборник стихотворений Подписанный лично мне Я очень горда этим После того, как я окончила образование Собственно, мне нужно было устраиваться на работу в ДВФУ уже Еще один значимый для меня человек Это Феликс Евгеньевич Рожимов, естественно Феликса Евгеньевича я знала, кстати, еще при поступлении в аспирантуру Он принимал у меня экзамен по философии Я надеюсь, он не помнит эту историю Как он принимал у меня экзамен Я тогда выступила на экзамене не лучшим образом Но я очень надеялась, когда пришла уже на работу устраиваться Что он меня не вспомнит И, по-моему, он меня так и не вспомнил Если он это интервью посмотрит, он скажет Точно-точно, что-то такое было Ну ладно, думаю, что это уже забылось И не такое значение имеет в моей деятельности Из моих преподавателей в университете Тех, с которыми стали моими коллегами Это Ирина Сергеевна Гладкова осталась И Петр Юрьевич Самойленко Им тоже благодарна Потому что, вот смотря на них Я, наверное, научилась быть преподавателем Таким, каким я в итоге стала Поняла, что можно вплетать там какие-то шутки в лекции Тоже свои примеры из жизни Вот, собственно, они очень сильно на меня повлияли И у них я и спрашивала, как стать преподавателем И они мне прям по полочкам разложили всю эту систему Рассказали, как, что делать В первую очередь, во вторую, в третью И как себя вести, в принципе, со студентами Ну и что касается моей аспирантской и пост-аспирантской такой деятельности Два профессора не из нашей школы Из школы региональных международных исследований Повлияли также на мое становление Это Сергей Константинович Песцов И Владимир Федорович Печерица Эти профессора помогли мне с написанием диссертации В первую очередь, конечно же, Сергей Константинович Огромный вклад сделал вообще в мою научную деятельность Тоже меня подбадривал, когда я опускала совсем руки И не верила, наверное, в то, что когда-то защита произойдет Он всегда говорил, Василина Андреевна, мы продолжаем, продолжаем В итоге я пришла к нему на последнюю консультацию Он говорит, когда защищаться-то будем? Я говорю, а что, уже пора? Он говорит, так уже давно пора, чего сидим? А Владимир Федорович тоже меня очень поддержал И даже когда у меня был спорный момент Меня после защиты вызывали в экспертный совет в Москве Не понравилось им что-то в моей диссертации Были вопросы, но вызывали по интернету Было еще более сложно, наверное Потому что в ходе 15-минутной дискуссии Нужно было доказать, что я действительно профессионал Я это сама написала Тоже Владимир Федорович очень переживал Даже сидел со мной рядом Тоже меня поддерживал Но в итоге все хорошо прошло И до сих пор с этими великими профессорами Нашего университета Я поддерживаю очень хорошие Я бы сказала, даже дружеские отношения Здорово Как вы думаете, какие изменения ждут ДВФУ в дальнейшем? Или будут они вообще? Поделитесь своими ожиданиями Ой, с ожиданиями? Ну, во-первых, как я уже сказала Жду второй очереди постройки всего Очень надеюсь, что мои коллеги Которые ожидают дома и квартиры в ЖСК Остров Все-таки свои цели добьются И будут в итоге проживать в прекрасном микрорайоне Который очень долгое время строится Ну и что касается университета Я правда верю, что он станет одним из лучших в Российской Федерации И к нам будут приезжать ребята Ну, не те, которые считают, что Москва и Питер Это все, это самая высшая точка их образования, их становления А будут стремиться в наш университет Не просто потому, что у нас там красивый кампус и море рядом А потому, что у нас есть прекрасные преподаватели Огромные перспективы Нереальные возможности Вот такая, например, студия, как эта Она мало у кого есть И, в принципе, наверное, я бы хотела, чтобы еще больше международных мероприятий Проходило в нашем университете И еще большее количество студентов в них принимало участие Не могли бы вы дать некое напутствие нашим студентам в дальнейшем их обучении? Ой, напутствие у меня на самом деле всегда очень студента много Особенно студентам первого курса Во-первых, я бы хотела обратить внимание студентов Что необходимо посвящать большое время своей жизни, своего дня учебе Но вместе с этим помните о том, ребята, что Ну, вы же не железные все-таки Нужно как-то так распланировать свое время, чтобы успевать и учиться, и отдыхать Но отдыху тоже нужно посвящать какое-то время Но не такое большое, как вы хотели бы, наверное Это первое пожелание Второе пожелание Обратите внимание на первые свои практики И на последующие практики Летние, там, осенние, весенние Которые у вас будут Очень важный момент, потому что Если вы на первом курсе поймете, чем вы хотите заниматься в дальнейшем Вы уже каждую пару будете оценивать по-другому Вы будете приходить на лекцию И будете знать, что с этой лекции вам лично нужно получить Вы будете задавать вопросы преподавателю какие-то специфические Например, пойдете в БТЛ-агентство, которое занимается мероприятиями Будете ходить на пары, будете спрашивать какие-то, ну, какие-то точечные такие вопросы Которые вас интересуют по поводу ивента Выберите наружную рекламу Будете вот обращать больше внимания на психологию восприятия Там, на цветовые какие-то характеристики Там, на эффективность наружной рекламы и так далее Вот, что касается второго наставления Уже сказала А третье такое наставление, наверное, всем студентам Большая просьба, дорогие ребята Не делайте никогда домашние задания по ночам Я понимаю, что вы гуманитарии Что якобы ночь — это время поэтов Но вы же сами видите, какими получаются ваши выполненные домашние задания Которые вы с ночи вот приходите и говорите Василия Андреевна, сразу не судите строго, я делал это ночью Ну, честно, видно, что сделано ночью Ничего хорошего из этого не выходит Выкраивайте время днем, вечером для того, чтобы выполнить домашние задания Спокойно спать, выспаться и утром прийти со свежей головой Ночная работа чаще всего ни к чему хорошему не приводит Не только для студентов, но и для людей более взрослого поколения Наверное, так вот Ну, на этом пока мои рекомендации, наверное, закончены Хотя можно написать целый список рекомендаций для студента первокурсника Отдельно второкурсника, третьекурсника и четверокурсника И магистранта У магистрантов там отдельный список рекомендаций, поскольку это люди уже взрослые и работающие Прекрасные советы В общем, Василина Андреевна, спасибо большое, что пришли Спасибо, что помогли нам посмотреть на ДВФУ изнутри Мы были очень рады вас здесь увидеть Еще раз спасибо большое Да, большое спасибо, Елизавета, что меня пригласили Я уже не первый раз на съемках в учебной телестудии Но сегодня уникальная возможность поделиться своим опытом, своей историей, своей деятельностью Таким бэкграундом И, опять же, немножко рассказать о себе и дать рекомендации студентам Редко выдается такая возможность А сейчас у нас рубрика «Кто хочет стать миллиардером или кто получает стипендию в 50 тысяч рублей?» Для начала представлю наших участников Атаян Лиля, студентка первого курса рекламы и связи с общественностью Лизунова Елизавета, также студентка первого курса рекламы и связи с общественностью Озвучу правила игры Всего 5 вопросов На каждый вопрос вам дается по 10 секунд Если вы знаете правильный ответ, вы поднимаете руку Если ответ оказывается неправильным, то ход приходит к другому участнику За каждый правильный ответ вы получаете 10 тысяч рублей Итак, начнем Первый вопрос Какого числа был издан указ российского императора Николая II об открытии Восточного института в Владивостоке? Варианты ответов 9 июля 1899 года 25 июня 1899 года 9 июня 1899 года И 17 июня 1899 года Да, я знаю ответ Ответ под буквой А И это правильный ответ Второй вопрос Какой вуз не участвовал в объединении ДВФУ? Варианты ответов ДВГУ ДВГТУ ТГУ И ДВГИ Да Я думаю, это ответ под буквой Д И это правильный ответ Третий вопрос Как вы думаете, в каком году был введен в эксплуатацию медицинский центр ДВФУ? Варианты ответов 2010, 2013, 2015 и 2017 Я знаю ответ Да Ответ под буквой Б И это правильный ответ Четвертый вопрос В каком году президент выпустил указ о создании ДВФУ? Варианты ответов 2010, 2009, 2008 и 2007 Я знаю ответ 2008 год И это неправильный ответ Елизавета Я знаю правильный ответ И это 2009 год И это правильный ответ Следующий вопрос Как вы думаете, сколько школ насчитывает кампус ДВФУ? Варианты ответов Тринадцать, одиннадцать, десять и двенадцать Да Ответ под номером Д И это правильный ответ А на этом наша игра подошла к концу Она была очень увлекательная И теперь девочки Фридинга А на этом все Спасибо, что были с нами Надеемся, вам было интересно услышать немного истории нашего прекрасного университета Подписывайтесь, ставьте лайки и колокольчики С вами была Елизавета Ирохина и вечерний ДВФУргант До встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok